Подстанция скорой медицинской помощи на третьего интернационала на время коронавирусной пандемии переформатирована специально для работы с вызовами по ОРЗ, пневмонии и другими инфекциями. В среднем сюда поступает по 30-40 вызовов. Конечно, это вовсе не означает, что бригада попадет именно к контактным лицам по коронавирусу. Тем не менее, ситуация обязывает. Полное облачение сразу же по поступлению вызова. От диспетчера требуется выяснить симптоматику. Только после этого адрес передается на подстанцию, и бригада начинает сбор. Наши сотрудники уже за это время достаточно научились быстро одеваться на вызов, потому что в сутки, получается, они надевают эти костюмы и снимают, может быть, 10 раз, может быть, и больше. Поэтому оперативность уже выработалась. Правильно облачиться в защитный костюм – залог безопасности не только выездных медиков, но и тех, кто их встретит с вызова. С собой обязательно антисептики больше, чем в обычное время. Подстанцию разделили на грязную чистую зону. Дезинфекцию проходит и машина. Если бригада привозит больного в стационар, раздеваются и моют машину непосредственно в стационаре. Если бригада возвращается на подстанции, они раздеваются, дезинфицируют одежду и обрабатывают машину уже здесь непосредственно на подстанции. Врачи просят о понимании. Люди в белых костюмах собираются несколько дольше обычной линейной бригады. Уже на месте медики примут решение, нужна ли госпитализация или же сведения о больном передадут участковому врачу для наблюдения. Справляются своими силами или требуется подмога реаниматологов. На данный момент на нашей подстанции сформировано 4 смены по 3 бригады. Работаем мы в круглосуточном режиме. Зона нашего обслуживания расширена, потому что мы обслуживаем территорию города. Приходится выезжать из предела города, оказывать помощь. Скорая спешит на помощь. Несмотря на особую обстановку, утверждают сами медики, вызовов стало меньше. Звонки от скуки практически сошли на нет. На счету каждая минута, как всегда. Вера Мещерякова, Валерий Клочков, репортер 73.